Коллеги, добрый день! Рада всех приветствовать. Надеюсь, что меня и видно, и слышно. Моргните мне, пожалуйста, огоньком, если это так, и будем начинать. Благодарю, благодарю. Ну что, сегодня у нас с вами архиактуальная тема, скажем так, да, поскольку все, кто стремятся к защите диссертаций, должны представлять вообще, что вокруг происходит, какие у нас появляются возможности и как у нас меняются требования, поэтому сегодня об этом постараемся с вами подробно поговорить. Во-первых, я сегодня хочу сконцентрировать наше внимание на трех моментах, которые важно представлять любому, хоть аспиранту, хоть докторанту, и любому человеку, который даже пока не пишет диссертацию, а только, может быть, задумывается об этом для того, чтобы сразу некоторые нюансы уже учитывать. Во-первых, мы сегодня поговорим о том, что происходит, какие изменения происходят с перечнем рецензируемых научных изданий, и вообще в связи с этим, что происходит с требованием, какие изменения происходят по поводу требований к публикациям, да. Второе, второе, нам нужно вспомнить уже, может быть, и не новую номенклатуру научных специальностей, но тем не менее она изменяется, и что с ней вообще происходит, стоит ли еще нам чего-то ждать такого же, может быть, ожиданного, может быть, неожиданного, да. И, безусловно, мы поговорим сегодня о диссертационных советах, потому что у нас с вами стало больше возможностей для защиты, для того, чтобы вы или уже сейчас, продвигаясь к этой теме, или еще только обдумывая, куда пойти, да, сразу имели в виду, что такие возможности есть, может быть, их уже сразу и рассматривали. Поэтому давайте начнем. Итак, с перечня. Я хочу в двух словах напомнить, что у нас по положению о присуждении ученых степеней есть определенные требования к публикациям, которые вам зачтутся, назовем это так, при подготовке диссертации. И в этом смысле ВАК очень четко свою позицию в положении о присуждении ученых степеней регламентирует. И здесь у нас с вами стоит отметить, что за последнее время произошло, мы с вами по этой теме не встречались уже, мне кажется, года два, за это время произошло значительное число изменений, и последнее положение о присуждении ученых степеней совсем свежее. Что здесь изменилось? Вот на слайд я вынесла трактовку, которая у нас была и которая, возможно, вам привычна. Это пункт 11 положения, который гласит о том, что в принципе научные результаты должны быть опубликованы. И затем этот пункт расшифровывал, собственно говоря, что ВАК подразумевает под рецензируемыми научными изданиями. И вот это, наверное, нам с вами привычная формулировка. И здесь мы все с вами понимаем. Здесь международные базы, рецензируемые издания типа перечня ВАК, которые мы раньше с вами так называли. И, безусловно, Российский индекс научного цитирования. Это было, что теперь у нас стало в новом варианте положения о присуждении ученых степеней. Вот эта вторая часть 11 пункта, она исчезла из положения. И возник 12 пункт, который нам разъясняет, что теперь требования к рецензируемым изданиям устанавливаются Министерством науки и высшего образования, что, в принципе, нас никак не напрягает, да? Но что теперь эти рецензируемые издания, они подлежат категорированию. То есть мы с вами находились в пространстве, когда этот процесс происходил, когда формировались различного рода списки, перечни. И, может быть, кто-то даже запутался, имеет это значение, не имеет это значение, как это будет применяться и так далее. Так вот, в положении сейчас это зафиксировано, что у нас рецензируемые издания, которые определяют Министерство, и этот перечень размещается на сайте ВАГ, этот перечень категоризирован. Давайте посмотрим, как этот перечень изначально формируется, и что теперь в нем важно наблюдать по своей специальности. Я буквально вчера посмотрела актуальный перечень, и он свеженький, 20 февраля, и в этом перечне у нас сейчас на данный момент содержится 3063 издания. На протяжении, вам специально справочно показывают цифры, на протяжении предыдущих лет постепенно росло количество изданий, и сейчас продолжает расти. То есть, на самом деле, возможности опубликовать результаты своего научного исследования в рецензируемых изданиях у нас расширяются. Количество этих изданий становится больше. Что касается вида этого перечня, может быть, для совсем начинающих, друзья, кто более продвинутый, вы меня простите, но я должна об этом сказать. Этот перечень... Так, позвольте, я возьму указку. Друзья, моргните мне, пожалуйста, видно указку на экране? Сейчас мышку мою видно. Все, благодарю, спасибо. То есть, обращаю ваше внимание, что в перечне мы всегда смотрим... У вас может оказаться перечень разный. Этот перечень постоянно меняется. Ну, постоянно, не постоянно, но достаточно часто. И мы первое, на что обращаем внимание, на дату. Я после сегодняшнего нашего вебинара в конце вам эти документы все предоставлю. Вам не надо сейчас их искать, там, отвлекаться и так далее. Они у вас будут. Но я там вам написала, что эти документы актуальны вот на сегодняшнюю дату. Поэтому мы всегда с вами открываем перечень, смотрим. Прямо в заголовке этого перечня есть, на какую дату он актуален. И затем мы уже работаем с этим перечнем, ищем те издания, которые к нашей специальности имеют отношение, специальности ваши здесь, название изданий здесь. И обращайте внимание, с какого периода это издание относится к той специальности, по которой вы защищаетесь. Если мы говорим о категорированном списке, то он выглядит иначе. Он тоже будет вам предоставлен. Этот список тоже, естественно, определен вак. И он находится в таком состоянии, то есть в таком виде, где маркированы категории журналов разным цветом. Давайте тоже вдруг кто-то впервые слышит об этом списке, об этом перечне. Я тоже два слова о нем скажу. Этот перечень, актуальный его вид, утвержден и состоит из трех категорий журналов, как мы в заглавии видим, да, К1, К2 и К3. То есть весь, во-первых, что важно про него знать, это тот же самый перечень, который не был раньше категоризирован. Сейчас он с категориями. То есть это не какой-то другой перечень, это не какие-то другие издания. Но эти издания разделены на три группы по уровню, давайте назовем это так, своего научного авторитета, своей научной весомости, значимости и так далее. И разделение проведено следующим образом. 25% самых серьезных авторитетных журналов входит в категорию К1. 50%, то есть средняя часть, это 50% журналов входит в категорию К2. И 25%, может быть, молодых, может быть, не очень, которые высоко оценены научным сообществом, да, не так высоко, как остальные, но они входят в перечень, друзья. То есть мы сейчас не говорим ни о каких мусорных журналах. Я вот хочу вот здесь заострить ваше внимание. Те журналы попадают в категорию К3. Следовательно, мы с вами, определяя в перечне, что наш журнал относится к перечню рецензируемых журналов, затем, открывая этот перечень, можем с вами посмотреть, в какой категории этот журнал относится. И, исходя из этого, принять решение, публикуемся мы в этом журнале или не публикуемся. Об этом я чуть попозже скажу. То есть, значит, К3 уже будет другим цветом маркировано в перечне, и вы прямо это сразу наглядно увидите. А вот я на слайд вынесла, это первый журнал, который попадает в категорию К2. То есть, журналов в категории К1 достаточно, если вдруг вас эта категория именно интересует. Следующее. Что еще ВАК относит к категории рецензируемых научных изданий, где у нас с вами могут быть публикации, и они тоже будут зачтены по требованиям ВАК вот в эту же самую категорию? Это перечень отечественных изданий, которые входят в международные реферативные базы. Этот перечень, друзья, тоже находится на сайте ВАК, и он обновляется, но обновляется реже, чем обновляется просто перечень рецензируемых изданий. Данный перечень, актуальный на 31 декабря 2023 года, содержит меньшее изданий, как мы видим, 1245, но если мы опять же посмотрим в блок справочной информации, мы увидим, что количество этих изданий тоже растет. То есть, если вы беспокоитесь, что мало журналов, негде опубликоваться, у меня такая редкая специальность, что я не могу найти журналы, журналы, друзья, есть, просто вот их ищем совершенно таким обдуманным, обдуманным, целенаправленным образом по перечням. Этот перечень выглядит иначе, и здесь я хочу тоже показать вам его не случайно, а, может быть, для начинающих дать важный комментарий. Когда вы этот перечень открываете, опять же, в шапке мы видим по состоянию, на какую дату он актуален. Это актуальный перечень сейчас. И вы видите тоже просто список журналов, очень похожий на категорированный список, то есть здесь у нас нет специальностей, здесь мы не видим никаких специальностей. Поэтому вы не пугайтесь, это все абсолютно правильно. Вы выбираете журнал, если он входит и в тот, и в другой перечень, вы это увидите. Если нет, то если этот журнал входит в данный перечень, он вам тоже зачитывается как издание, рецензируемое издание. То есть здесь вы тоже можете быть спокойны за свою публикацию. Далее. У нас еще с вами есть Российский индекс научного цитирования. Это совместный проект, который реализуется достаточно давно. И как вы видите тоже из блока справочной информации, количество изданий, которые относятся к этой группе изданий, тоже растет. На данный момент времени это 952 журнала. Я прям говорю, все проверила вчера, максимально вам свежую информацию даю. И, следовательно, публикации, ваши публикации из этого перечня, если вы выбрали для публикации журнал, который входит в RSI, вам тоже зачитывается как ваша публикация, которую требует ВАК. Которую требует ВАК. Здесь что мы с вами еще должны знать? Мы должны с вами знать, что положение присуждения ученой степени, вот тот 12 пункт, который я ранее показывала, он конкретизирован в подпункте первом относительно того, что с чем приравнивается. Потому что я вам сейчас показала перечень рецензируемых журналов, первый, да, который мы раньше называли перечень ВАК, перечень российских журналов, которые индексируются в международных базах, еще и журналы, которые входят в RSI. Некоторые и там, и там, и там представлено здесь такое может быть. Но если не везде, то как мне сориентироваться с тем требованием, что сейчас есть понимание о категорировании, да? То есть, как я пойму, если я взяла, например, какой-то журнал из перечня RSI, как я пойму, в какой категории этот журнал мне зачтется? И здесь очень хорошо, что у нас сейчас положение прописано так четко. У нас есть для этого дополнительная информация, дополнительное вот такое утвержденное соотношение тех журналов, которые находятся в разных списках, но приравнены к определенной категории. Давайте с этим разберемся. Итак, вверху мы видим категории, которые у нас прописаны в том самом маркированном цветами перечне. Категория К1 – 25% самых мощных журналов, категория К2 – 50% попроще, и К3 – некие завершающие такие по своему статусу журналы, но входящие в перечень рецензируемых изданий. И здесь, если вы публикуетесь, тут все очевидно, да? Второе, если мы с вами берем и публикуемся в международных базах, например, Web of Science, или у нас издание в RSI входит, пожалуйста, нам все расписали, как нам это зачтут. Если это международная база цитирования Q1, Q2, Q3, она попадает как будто бы это категория К1 и RSI сюда же. Если это другие категории, то, пожалуйста, вы здесь в таблице это видите. По скопусу та же самая ситуация. Если ваш журнал, ваше издание индексируется в скопус, обращаем внимание, какой квартель у этого журнала. Таким образом, они прописаны, вот эти вот соотношения прописаны, что убирает какую-то неясность при подборе издания, в котором мы хотим опубликоваться. Ну и вот у нас есть профильные базы, да, если вы используете эти базы, то они все приравниваются к публикации в категории К1. То есть вот здесь у нас, в принципе, сейчас, да, сейчас, вот последнее время, напоминаю, что у нас положение присуждения ученых степеней всего лишь в январе, не последнее принято. То есть это вот совсем-совсем все свежее, то, о чем мы с вами говорим, вот эти пояснения, разъяснения. И очень хорошо, что сейчас в этом смысле у нас есть конкретика. То есть мы с вами не затеряемся. Что здесь важно? Я постараюсь в каждом блоке акцентировать ваше внимание и тех, кто только новичок, начиная, да, и тех, кто действует давно. Вот если, друзья, вы давно пишете диссертацию, я знаю людей, которые пишут гадания, это неплохо и нехорошо, просто так бывает. То что нужно сделать? Обязательно проверьте ваши публикации в соответствии требованиям ВАГ, вот тому сейчас варианту, которые они есть, да. У нас есть период, когда все было по-старому, и есть период, который у нас начался, да, и вот он должен реализован быть уже в новых требованиях. Очень часто бывает, что когда человек давно пишет диссертацию, он просто не знает о том, что эти изменения происходят. Поэтому я заостряю ваше внимание, что эти изменения происходят, и вас они тоже касаются. И, безусловно, теперь, если вам осталось еще там сделать одну-две финальные публикации, например, и вам нужно это сделать уже с учетом тех актуальных списков, которые есть. И даже если вы писали раньше по старой специальности, сейчас мы к номенклатуре придем, а сейчас получается, что вы работаете по другой специальности, по новой специальности, вы сейчас уже учитываете актуальную для вас информацию. Вот кто пишет давно, пожалуйста, моргните огоньком, вот это понятно, что нужно сделать, друзья. Это очень важно для того, чтобы у вас, просто не знаю, много ли мало таких людей, но чтобы я понимала, что вам ясно. Отлично, благодарю. Если, друзья, вы, наоборот, только начинаете подготовку диссертации, что здесь важно сделать? Ну, в рамках вот такого короткой нашей встречи, я не могу вам все нюансы успеть рассказать, но постаралась вот по этой теме подчеркнуть максимум, да? Разберитесь, пожалуйста, с алгоритмом правильного отбора журнала. То есть, как правильно отобрать журнал, обязательно, кратко, обязательно смотрим в перечень, обязательно смотрим по своей специальности, обязательно смотрим с учетом того, в какой срок публикации вам нужно уложиться. Да, там есть еще ряд шагов, чуть более подробные, они позволят вам более точно выбрать журнал, но это не сегодня. Разберитесь с этим алгоритмом или приходите на вебинары. Второй момент, что нужно обязательно сделать, когда вы выбираете журнал, это, кстати, друзья, касается и тех, кто более опытен, и тех, кто начинает. Когда вы выбираете журнал, пожалуйста, проверяйте, входит ли он в актуальный перечень. То есть, очень часто бывает, что меняется специальность внутри этого журнала. То есть, он остается в перечень, но он стал теперь под другой специальностью. Почему заостряю это внимание для тех, кто давно занимается исследованием? Потому что, может быть, вы имели публикацию в этом журнале, вы о нем знаете, что он вам подходил всегда, и вы просто автоматически его выбираете. Нет, сейчас так не нужно делать. У нас была, у меня лично такая была ситуация с моей аспиранткой, когда, как мне казалось, журнал, который нам подходил, хорошо, что, естественно, мы действовали по алгоритму, сразу выяснили, что вот в этот период времени он был нам не по специальности. Поэтому внимательно, актуальный перечень мы обязательно смотрим. Это вот что касается юным исследователям, нашим тоже понятен нюанс. Моргните мне тоже огонечком, пожалуйста. Вот здесь ясно? Мы должны с вами обязательно учитывать нашу специальность. Обязательно. Мы не просто выбираем из перечня любой журнал, который нам понравился. Отлично, благодарю. Раз все понятно, движемся дальше. Теперь... Теперь вот я уже начала говорить о специальностях, да, вот особенно для тех, кто пишет давно, новая специальность, старая специальность и так далее. Давайте с этими терминами тоже разберемся. Когда мы с вами пишем диссертацию, нам нужно понимать, что есть такой документ, который называется номенклатура. Он тоже у вас будет в перечне материалов сегодня. Вы сможете его потом изучить. Значит, что касается вообще диссертационной работы. Когда мы с вами пишем диссертацию, мы ее обязательно пишем в какой-то отрасли наук. Ну, например, я доктор экономических наук. Значит, у меня экономические науки. Кто-то там кандидат или доктор медицинских наук или физико-математических. То есть отрасль наук разная, хотя ученая степень одинаковая. Доктор-доктор. Поэтому первое, что мы с вами должны делать, мы определяемся в той отрасли, в которой мы с вами будем работать. Следующее, что нам нужно, нам нужно понять, а внутри вот этих экономических наук какое поле исследовательское я буду изучать. Потому что, несмотря на то, что, ну, например, статус у человека, там, доктор экономических наук, вот как у меня, но это же не означает, друзья, что я во всей, во всей экономике одинаково компетент. У меня нет такого, нет такой иллюзии. Я надеюсь, что вам это тоже понятно, что человек может быть специалистом в достаточно конкретной сфере. Так вот эту вот область, ее нужно определить, и она задается научной специальностью. У вашей научной специальности будет шифр. Мы сейчас все посмотрим, я вам все покажу. И уже на следующем этапе внутри вот этой исследовательской области мы с вами определяем тему диссертационного исследования, и ваша новизна, ваши результаты, которые вы получите в своем исследовании, должны попадать в эту же область. И тогда вы получаете ученую степень по специальности. Например, у меня кандидатская диссертация по специальности 08001 экономическая теория, а докторская диссертация по специальности 08005 экономика и управление народным хозяйством, региональная экономика. То есть это разные специальности. Я была в одном поле экономической науки, но на разных полянах, скажем так, проводила исследования. Точно так же, опять же, может возникнуть вопрос, а так можно? Да, так можно, и сейчас так тоже можно. Стоит ли так делать? Ну, это вопрос, может быть, философский. Это сложнее, безусловно, чем продолжать свою тему дальше, но так можно сделать. Но в рамках подготовки одной работы вы должны находиться в рамках одной специальности, одной научной специальности. Как мне это узнать? Я, предположим, начинающий исследователь, я знаю, что я хочу быть пока кандидатом экономических наук, допустим, да, или педагогических. Как мне понять, что мне делать? Вам нужно открыть номенклатуру и познакомиться с ней. И вы здесь от меня могли услышать, или где-то могли услышать от своего научного руководителя, или от своих коллег такое словосочетание. Старая номенклатура, новая номенклатура. Вообще, что из себя представляет номенклатура? Номенклатура – это перечень научных специальностей по разным отраслям наук, по которым, в принципе, можно получить ученую степень. Соответственно, раньше вот те шифры, которые я вам сейчас называла про себя, относятся к старой номенклатуре. Я докторскую диссертацию защитила 10 лет назад. Поэтому эти шифры сейчас неактуальны. И для тех, кто давно пишет диссертацию, возможно, вы к тем старым шифрам привыкли, они сейчас претерпели изменения. Они не сейчас, они в 22-м году уже претерпели изменения. Но номенклатура сейчас, о которой мы с вами поговорим, она тоже новая. Вот она буквально тоже утверждена совсем недавно. Новая не чисто новая, она уточненная. Сейчас давайте на нее посмотрим. Значит, новая номенклатура выглядит... А, вот старая, да, сначала давайте. Старая номенклатура выглядела следующим образом. Как разобраться? Вот вдруг я увижу документ и не могу понять, там же не будет написано, что она старая или новая. Как мне понять? Очень просто, друзья. Если шифр научной специальности состоит из шести знаков, значит, эта номенклатура старая. Если мы с вами сейчас откроем новую номенклатуру, то там шифр имеет другой вид. Что я подразумеваю, когда произношу новая номенклатура? Обращаю ваше внимание, что новая номенклатура утверждена в июле 23-го года. Это ее последняя редакция. Редакций было несколько, и я вам сейчас покажу их. И здесь, опять же, почему я заостряю на этом ваше внимание, потому что кажется, что номенклатура – это такой документ, который раньше она вообще годами не менялась, просто годами. И кажется, что вот, ну, я, например, сохранила ее там в году, там в 22-м году, когда она, или в 21-м году, когда ее изначально рассматривали, принимали, и я на нее ориентируюсь. Но вы можете некоторые нюансы не увидеть там. Поэтому тоже ориентируемся на актуальный документ. Про какие нюансы я говорю, и как она вообще выглядит. Новая номенклатура выглядит вот таким вот образом. Это самое ее начало. И мы с вами видим, что шифр научной специальности теперь у нас состоит не из шести, а из трех цифр. Поэтому каждый из вас, особенно тот, кто давно пишет, должен понять, как ваш старый шифр, ваша старая специальность соотносится с новой специальностью. И здесь мы с вами видим, что этих специальностей по разным. Вот, пожалуйста, у нас есть отрасль наук, у нас есть научная группа научных специальностей, и вот научные специальности. То есть вы получаете ученую степень по конкретной специальности, по конкретной специальности, которую вы для себя определяете. Что здесь важно, какие нюансы мы еще с вами должны в номенклатуре учитывать. Давайте прямо ее полистаем немножечко, да, для того, чтобы вы в ней ориентировались. Дело все в том, что вот старая номенклатура, которая существовала очень-очень много лет, и она менялась, поменялась на новую, вообще говоря, благодаря запросу времени. Потому что по части специальности уже не было защит. Другие темы, которые стали актуальны, которые стали очень востребованы, никак не могли в старой номенклатуре найти свое место. И поэтому это не просто кому-то так захотелось, это был реальный запрос времени. И поэтому научная номенклатура была принята, и был сделан очень важный шаг, дали полтора года, 18 месяцев, как некий переходный период для этого. Для того, чтобы диссертационные советы могли перерегистрироваться, для того, чтобы люди могли соориентироваться, как теперь им действовать, где они теперь ведут исследования. Но дело все в том, что раз этот процесс был после долгого, стабильного состояния, а тут новая информация очень большими масштабами вливалась вот в эту научную номенклатуру, то, естественно, с первого раза не удалось ее сделать, ну уж я не говорю идеальной, но сразу вот той, которой хотелось бы многим исследователям видеть. И поэтому новая номенклатура, она тоже претерпевала определенные изменения. И если вы посмотрите, например, предыдущую редакцию, предпредыдущую редакцию, то кажется, ой, так там изменений очень мало. Ну если они вас не касаются, то да, вам эти изменения покажутся несущественными. А если они как раз про вас, они открывают вам возможности, или наоборот теперь ограничивают, то, конечно, даже эти незначительные изменения, они важны, потому что разные исследователи в разных отраслях занимаются изучением своего исследовательского вопроса. Поэтому что мы с вами в этих изменениях можем увидеть? Это изменение отраслей наук, по которым присуждается ученая степень. Что я имею в виду? Я вам для примера даю конкретные варианты этой номенклатуры. Вот в 2021 году и в 2022 году, например, по специальности 1.2.1 искусственный интеллект и машинное обучение, специальность архиважная, очень современная, очень востребованная, была только одна отрасль наук, физико-математический. Сейчас, с 2022 года, добавилась еще одна отрасль. То есть мы можем стать кандидатом или доктором физико-математических наук, или кандидатом или доктором технических наук. И если для вас это принципиально, значит, для вас возможности расширились. Поэтому вот на такие маленькие нюансы мы тоже с вами обращаем внимание, потому что это возможности. Может быть, вам как раз они открываются. Второе, что изменяется в номенклатуре, это спектр или структура самих научных специальностей. Как это было реализовано, тоже давайте посмотрим. Например, вот та же самая экономика, если мы берем область. Я подрезала, я не взяла первую колонку в этих таблицах, как я вам показала, что сейчас номенклатура состоит из четырех колонок. Я первую убрала просто для того, чтобы на слайде вам было лучше видно. Вот в первоначальной интерпретации экономика представлена была шестью научными специальностями. Все шестая была последняя. Если мы смотрим следующую редакцию, то появляется еще одна специальность. То есть произошло расширение спектра специальностей внутри одной науки. И более того, мы видим, что по этой специальности предоставлена возможность защищаться по разным отраслям науки. По разным отраслям науки. Поэтому, опять же, вы, например, я не знаю, готовите работу по социологическим наукам или историческим, вы можете выбрать эту специальность, потому что она позволяет получить ученую степень по этим наукам. Этот момент, друзья, понятен. Я просто сейчас пока в чат не смотрю. Опять же, вы мне, пожалуйста, огоньками помогайте понять, ясна ли логика. То есть мы с вами про себя. У остальных, например, ничего не изменилось, а вот у вас изменилось, и для кого-то это очень значимо. Поэтому мы вот это учитываем. И еще вот в новой, в последней редакции номенклатуры есть изменения, которые касаются расширения поля исследовательского. То есть не добавляется специальность, специальности те же самые, но добавляется у нас, то есть расширяется спектр исследований, которые попадут в ту или иную специальность. Поэтому тоже обратите внимание, это произошло в теологии, это произошло еще в какой-то специальности. Сейчас на вскидку не скажу. Поэтому я говорю о том, что стоит посмотреть актуальный вариант номенклатуры для того, чтобы вот эти нюансы для себя разъяснить. И тут опять же, давайте посмотрим, как действовать начинающему и как действовать уже более опытному исследователю. Если вы, друзья, вот особенно те, кто только задумываетесь, то ли мне писать, то ли мне не писать, проделайте вот эту работу, которую я сейчас показала. Откройте номенклатуру, посмотрите свою отрасль науки, то есть выберите отрасль науки. Для кого-то это, кстати, не очевидно. Понятно, что, например, если вы имеете философское образование, там вы, например, будете по философии. Но если люди как-то вот, знаете, на грани междисциплинарных каких-то исследований вели, возможно, вы будете выбирать между науками. Поэтому посмотрите, какая наука вам больше подходит и выберите специальность по вот этой новой номенклатуре. Затем находим паспорт научной специальности. Паспорт научной специальности – это документ, который расшифровывает. Естественно, мы же не можем в саму номенклатуру как бы внедрить все, о чем можно исследовать внутри конкретной специальности. Для этого существует отдельный документ, он называется паспорт. Паспорт пишется по шифру, проблемы нет, его найти, находите, изучаете и отвечаете на себе вопрос, себе на вопрос. Готов я вот в этом поле проводить исследование или нет? Если же вы уже давно пишете диссертацию, друзья, то у вас ситуация может быть посерьезнее. Я имею в виду тех людей, которые начинали еще при старой номенклатуре. Что здесь очень важно понять? Вам нужно понять, какая специальность сейчас актуальна для вас в связи с тем, что раньше вы работали по вот такой-то специальности. То есть, естественно, есть понимание о том, какая специальность в какую превратилась, и вот это вам нужно для себя определить. Как только вы поймете, что моя старая специальность превратилась вот в такую-то новую специальность, то теперь я могу искать новый паспорт специальности, открывать свой старый паспорт специальности и смотреть, моя тема нашла ли отражение в новом паспорте. Если я буду продолжать в том же духе, в котором я работала на диссертации, я вообще попаду в этот паспорт, моя новизна туда попадает или нет. Вот это очень-очень важно сделать, ни в коем случае ни на финишном состоянии, ни то, что когда у вас уже все-все написано, и вы вдруг открываете новый паспорт и выясняется неприятное. А как можно раньше, вот вы сегодня об этом узнали, прямо сегодня это взять и сделать. Тем более номенклатура у вас будет, вы можете все посмотреть, проверить. То есть вот здесь вот по номенклатуре вот такую работу мы с вами делаем. Так, друзья, давайте по этому вопросу тоже мне дайте обратную связь, насколько по номенклатуре ясно, что это очень важно. Вообще это первое, что будет у вас эксперт проверять. Соответствует ваша работа, специальности или нет. Поэтому это прямо нужно сделать каждому. Благодарю, вижу ваши огоньки. Замечательно. Теперь давайте посмотрим еще один нюанс. Опять же, помните, наверное, те времена, особенно кто давно пишет, дайте, кстати, знать мне огнями, вспомните вы такие времена или нет, когда мы рассуждали о том, что почему мы пишем диссертацию, как было бы здорово, чтобы вот мы опубликовались, взяли бы вот и защитились, как бы по результатам публикации. Вот кто такие разговоры помнит, это такая, может быть, была мечта у многих, потому что реально публикаций много у человека, а еще целую диссертацию надо писать. Вот есть такие исследователи, это отлично, что у нас опытные исследователи тоже есть на семинаре. Так вот, у нас сейчас, оказывается, спектр возможностей существенно расширился не только по формам защиты, но и по тому, где мы можем с вами защищаться. Давайте, опять же, для кого-то это немножко повторение будет, для начинающих это вот прям то, что нужно. Давайте вспомним, у нас с вами диссертационные советы делились раньше и сейчас делятся, это продолжается, делятся, по сути, на две категории. Первая категория – это советы, деятельность которых регламентируется министерством, то есть это так называемые, мы их в обычной жизни называем ВАКовские советы, так же, как мы называем перечень ВАК, он уже так не называется, он называется перечень рецензируемых изданий, но мы по старинке, по привычке называем его перечень ВАК. И точно так же вот эту первую категорию советов мы называем ВАКовские советы, то есть это те диссертационные советы, которые стандартно всегда существовали, они при научных организациях или при образовательных открывались и открываются, и функционируют. Но с определенного времени у нас возникли советы, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени. Это не новация, это не то, что новое, я просто для тех, кто вот только входит в поле исследователей, желающих защитить диссертацию, немножечко вот этот момент хочу подсветить. Это совершенно другие советы. В каком смысле? У этих советов другие требования по отношению к диссертационной работе, по отношению к публикации и так далее. Может быть, к форме защиты. Она может быть реализована каким-то другим способом. Поэтому, может быть, она там более публичная, более открытая, может быть, она на иностранном языке, может быть, еще что-то. И здесь мы с вами должны понимать, что, казалось бы, опять же, да, раньше, раньше, вот я вспоминаю, когда я еще кандидатскую писала, мы тоже так рассуждали, что вот надо сначала работу написать, а потом думать, где я ее буду защищать. Вот сейчас, в наше современное время, это неправильный посыл, потому что требования одних и других советов отличаются, и поэтому ваш путь до защиты, он тоже будет отличным, в зависимости от того, что вы выбираете для себя, в зависимости от того, в каком совете вы собираетесь защищаться. Что касается действующих советов, так называемых ВАКовских советов, буквально вчера посмотрела, очень красивая цифра, 1717, да, 1717 советов на вчерашний день действуют и представлены на сайте ВАКов. Опять же, если вы посмотрите справочную информацию на слайде, вы увидите, что их количество тоже увеличивается. Увеличивается оно, начиная с, ну, вот, с 2001-2002 год, да, потому что было сначала падение и переход на новую номенклатуру, часть советов закрылись, часть советов переформировались, да, то есть там был вот этот момент, но тем не менее мы видим, что сейчас достаточно диссертационных советов для того, чтобы найти место для своей защиты. Поэтому, если вы собираетесь писать диссертацию, на сайт ВАК заходим, раздел «Диссертационные советы», смотрим, какие советы есть по вашей специальности, выбирай. Либо, может быть, при вашей организации есть совет, может быть, вам что-то рекомендует научный руководитель, то есть неважно, каким способом вы его выбираете, вы хотя бы определитесь, это ВАКовский или тот, который присуждает в степени самостоятельно. Что касается самостоятельных советов. Ну, у нас два вуза имели особый статус и ранее, сейчас, когда вот эта инициатива была озвучена и реализована, у нас утвержден перечень научных организаций и образовательных организаций, которые имеют право формировать самостоятельные советы, то есть советы, которые дадут вам ученую степень, например, там, кандидат таких-то наук, и прямо в вашем дипломе будет указана организация Уральского федерального университета, например, да, то есть конкретно, не просто кандидат или доктор, а вот конкретно этой организации. Хорошо это или плохо, опять же, это решать вам, здесь сегодня я не хочу эту тему обсуждать, и, в общем, это не предмет нашего разговора, что вы должны понимать про самостоятельные советы. Самостоятельные советы не могут предъявлять к вам требования ниже, чем советы ВАКовские. Когда эта инициатива начала свою реализацию практическую, то эти советы очень высокую планку поставили, более жесткие требования по публикациям, более конкретные требования у них были, да, то есть вам, если вы вдруг работаете в такой организации или будете защищаться в таком совете, вам нужно изучать не положение присуждений ученых степеней общее, которое для всех, а те нормативные документы, которые выложены на сайте подобного диссертационного совета. Вот этот нюанс очень-очень важно для себя понять и с учетом их требований действий. И вот, казалось бы, все понятно, у нас вот сеть этих диссертационных советов ВАКовских плюс самостоятельных сформировалась, и вот, пожалуйста, очередная новация, которая не просто, ну, как бы рассужденческая, да, давайте, чтобы еще вот такое явление было, нет, это явление уже закреплено в положении ученых степеней, присуждений ученых степеней, и называются эти советы разовые диссертационные советы. То есть теперь у нас появилось еще одно место, скажем так, да, защиты, где мы можем защитить свою диссертацию, это разовый диссертационный совет. Что это за явление такое? Сразу хочу сказать, что, учитывая, что это новация, регламентировать еще пока, ну, это в процессе, да, то есть деятельность этих советов пока еще не вполне понятна. Будем наблюдать, будем смотреть, как это будет реализовано, но то, что уже закреплено в положении об этих советах, да, мы можем сказать и для себя понять. Во-первых, такой диссертационный совет создается только по одной специальности. Обычные стандартные диссертационные советы могут иметь до трех специальностей по положению, такой совет только по одной специальности. Но нам, в принципе, это и не важно, скажете вы, это важно для тех, кто вынужден или выбрал для себя защищаться по двум специальностям. То есть если по двум специальностям, все, вы уже в такой разовый совет не можете по определению попасть, потому что он только по одной специальности. Второй момент. Такие советы планируются организовывать на базе организаций, где выполняется диссертация. То есть, например, вы пишете работу в организации, где нет диссертационного совета, и вот такой разовый совет, грубо говоря, под вашу защиту может быть организован. Поэтому вот этот момент, вот эту возможность мы уже с вами официально имеем, все, она официально закреплена, но пока то, как регламентироваться будет конкретно, что процедурно, да, пока сказать сложно. Но я думаю, что мы с вами не в последний раз встречаемся, и все инновации, которые в этом смысле будут появляться, я, безусловно, вам буду в наших следующих встречах рассказывать. Поэтому вот здесь нам нужно с вами понять, особенно для тех, кто начинает работу по подготовке диссертации, сделайте для себя выбор. Узнайте, проконсультируйтесь со своим научным руководителем, сформируйте свою позицию. Для вас принципиально защищаться в этом или в другом совете, вам там больше нравится, или там лучше требования, или там каким-то параметрам, своим субъективным параметрам, прогоните какие-то варианты диссертационных советов для того, чтобы вы понимали, какой из них вам больше подходит. Очевидно, что если вы работаете в научной организации, где есть диссертационные советы, конечно, мы предпочтение отдаем этим советам чаще всего. Но если, например, в вашей организации нет совета, и у вас есть выбор, то, конечно, воспользуйтесь этим выбором с учетом каких-то своих потребностей, своих запросов. И еще один очень важный момент, который не касается в чистом виде самих диссертационных советов, а касается, но дает новые возможности, но дает новые возможности защиты. И о чем я веду речь, это как раз я веду речь о том, как мы можем защитить диссертацию. Когда у нас возникло положение присуждения ученых степеней, у нас был только один ответ на этот вопрос – написать стандартную диссертацию, то есть классический вариант научной работы, научно-квалификационной работы, и ее защитить. В положении были у нас стандартные требования, одни стандартные, то есть унифицированные, не было вариаций никаких по поводу этого. И, следовательно, мы с вами ориентировались на эти требования, на одни и те же, и могли защитить эту диссертационную работу. Постепенно, постепенно, сначала открылась возможность защищать диссертацию в виде научного доклада для тех, кто претендует на научную степень доктора наук. Видимо, посмотрев на этот формат, что он себя как-то зарекомендовал с одной стороны, с другой стороны, все-таки попытка предоставить еще другие дополнительные возможности для аспирантов, нашла отражение в том, что сейчас в новом положении о присуждении ученых степеней зафиксирована возможность защиты диссертации в виде научного доклада и для кандидатских диссертаций. Все. То есть это решение принятое. От разговоров мы имеем зафиксированное решение. Таким образом, если вы сейчас пишете докторскую диссертацию, то у вас и был такой выбор, то есть в 2022 году вы могли выбрать, то сейчас, если вы пишете кандидатскую диссертацию, для тех, кто пишет кандидатскую диссертацию, у вас теперь тоже, друзья, есть выбор. Либо писать стандартную работу, писать автореферал, делать публикации, то есть все-все-все, как раньше, по классике. Либо выбирать вот эту возможность и тогда осуществлять другие действия. Давайте посмотрим, какие. Что это? Диссертация в виде научного доклада – это не работа, которую вы пишете отдельно. По сути, эта диссертация представляет собой обобщенное изложение тех результатов, которые, посмотрите, какая формулировка, которые известны широкому кругу специалистов. Что это означает? Это означает, что вы имеете большое количество публикаций, несмотря на то, что вы на кандидатскую степень претендуете, у вас большое количество публикаций, и у вас значимые результаты научные. И если это так, то вы можете выбрать вот этот вариант защиты. Здесь сразу же скажу, есть ограничения. Я хочу их озвучить для того, чтобы вы сразу четко понимали, кому-то из вас этот вариант вообще не подойдет. Почему? Потому что в положении записано четко, что такая форма защиты может быть выбрана только если вы обучаетесь в аспирантуре. Мы знаем, что в принципе мы защитить диссертацию можем, не находясь в аспирантуре. А здесь аспирантура нужна, да еще и она должна быть очная. И если вот среди присутствующих есть у нас участники, которые обучаются в очной аспирантуре, тогда для вас этот вариант, вы можете его для себя рассматривать. Но имейте в виду, что эта форма доступна для защиты только в период вашего обучения или в течение следующего года. Все. Если вы не уложились в эти сроки, опять же, значит, эта форма для вас закроется и вам придется тогда обращаться к классическому стандартному варианту. Поэтому, пожалуйста, может быть, для кого-то из вас это новая возможность, это новый способ попробовать такой вариант, да, может быть, вас пугает писать объемную работу, а вот этот вариант для вас покажется более перспективным, пожалуйста, его используйте. Но здесь я вот к начинающим больше обращаюсь. Почему? Потому что здесь достаточный объем публикаций. Сейчас по положению присуждения ученых степеней, если вы докторскую хотите защищать в таком формате, то это 50, не менее 50 публикаций в высокорейтинговых изданиях. Если вы собираетесь кандидатскую, соберете защищать в таком варианте, то это не менее 10 публикаций. Поэтому, чтобы вы понимали, соизмерялись со своими силами, да, я вот это заостряю внимание. Именно для очников, аспирантов такой вариант может, можно рассмотреть. Ну и вот с этими изменениями вообще, что же нам делать, как же нам не потеряться в этих изменениях? Ну, во-первых, друзья, я рада, что мы есть друг у друга, и то, что вы приходите на вебинар, означает, что вы узнаете те изменения, которые есть. Поэтому документы, о которых я сегодня говорила, я вам подготовила, вы можете их забрать и поизучать, что я вам искренне желаю, для того, чтобы вы сами для себя понимали, все ли я правильно делаю, потому что действительно изменений происходит очень много, и их нужно учитывать. Второй момент, второй момент. Обязательно знакомимся с сайтом ВАГ и смотрим там, как минимум, раздел по диссертационным советам. Я вам специально сделала скрин, вот он раздел по диссертационным советам, ищем там, делаем выбор. Ну и, конечно, когда вы будете подбирать себе журнал, я вам перечень ВАГ действующей предоставила, но из-за того, что он будет меняться, обращайте внимание, не изменился ли он, остался ли он актуальным. Я попробую поддерживать, да, эту актуальность в этом ВАГ, выкладывать вам для того, чтобы вам было более удобно. Ну и, конечно, вот я не случайно говорилась о том, что хорошо, что у нас есть возможность встречаться, поэтому и вот такие нюансы рассматривать. Я с удовольствием вас приглашаю присоединяться к нашим вебинарам. Следующий наш вебинар будет продолжать тему научных публикаций. Я там оговорюсь еще о количественных вещах, которые сейчас требуются, и в том числе мы с вами будем говорить о том, как сделать работу оригинальной, не с точки зрения плагиата или не плагиата, хотя и про это тоже, да, но и с точки зрения того, чтобы работа была яркой, чтобы была понятна ваша авторская позиция, где она вообще в этом тексте, и поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и, естественно, если вам хочется разобраться в нюансах более подробно, потому что вот не все можно за такой короткий промежуток времени сказать, то, конечно, я буду рада нашей встрече и на курсе. Курс стартует 9 апреля, и, пожалуйста, можно к нему присоединиться. Также, как на вебинаре, мы рассматриваем по несколько вопросов, точно так же у нас на курсе будет больше, конечно, количество тем мы с вами сможем рассмотреть фактически весь ваш путь, начиная от понимания того, что такое диссертация, как написать ее таким образом, чтобы она отвечала всем требованиям, содержательно, в том числе качественным требованиям, да, и вплоть до планирования работ, подготовки текста, работы с литературой, подготовки публикации и так далее. То есть широкий спектр тем, конечно, где мы больше можем с вами обсудить и больше можем уяснить тех моментов, которые вам непонятны. Ну и, конечно, я всегда это говорю и сегодня тоже подчеркну, что, пожалуйста, если вы готовы сейчас задать вопрос, задавайте, я сейчас перемещусь в чат и буду готова ответить на ваши вопросы. Но если вдруг бывают такие ситуации, что вы либо стесняетесь, либо вопрос пока не созрел, вы можете мне написать на электронную почту, я отвечаю на сообщение, единственное, я не обещаю, что я это сделаю сию секунду в один день, но вы в теме письма указываете вопрос с вебинара, например, да, и, соответственно, мне будет понятно, что это вопрос, который не успели или постеснялись задать в рамках нашей работы. Поэтому, друзья, если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите в чат, я сейчас на него смотрю, и я благодарю, что вы были со мной. Вижу пока только благодарности. Так, требуется для защиты публикации Скопус, спрашивает Сергей. Сергей, вот мы с вами посмотрели, да, по положению, присуждению ученых степеней, сейчас даже не названы эти базы отдельно, они просто названы международные. У вас может быть публикация в этой базе, но это не является обязательным требованием для стандартной диссертации. Естественно, вот если вы, например, пойдете в совет, который самостоятельно присуждает ученые степени, да, там часто есть такое требование, его придется выполнять, оно прямо там как требование. Так, скажите, пожалуйста, есть ли перечень журналов, входящих в RSCI? Елена, а он вам не нужен? Этот перечень мы видим на, в e-library, когда вы заходите, если вы ищете журналы, там есть такой чекбоксик, RSCI, журналы, входящие в RSCI. Если вы там поставите галочку, они вам все появятся. Так, если аспирант прошел апробацию, есть ли срок давности у полученных по апробации документов? Документы какие? Вы имеете в виду, что получен? Это Вера задала вопрос, да? Я прошу прощения без отчества, я называю вас, как вы в чате указаны. Вы имеете в виду, что акт внедрения получен или какой документ имеется в виду? Чуть проясните, пожалуйста, вопрос, как организовать совет сейчас на вузе? Алексей, это тема другого разговора, я не могу сейчас это вам сказать. Ну, по требованиям, естественно, тем, которые на есть заключение, заключение выпускающей организации. А, заключение организации, где готовилась диссертация, вы это имеете в виду? Да, там есть срок не более трех лет, поэтому, да, надо успевать. Так, еще вопросы, друзья. Дарья, вот я хотела сегодня, да, об этом сказать, именно о том, какая специальность, какие категории и так далее, но просто посчитала, что это уже будет некоторый перебор, потому что очень много деталей сегодня вынуждена была сказать. И посчитала, что мы с вами в следующий раз на вебинаре, вот как раз в марте, по этому поводу поговорим. Смотрите, если вы спрашиваете, по каким наукам, по техническим, по техническим наукам у вас осталось требование, я вам просто сейчас персонально отвечу, не называю остальные науки, осталось требование, что не менее двух журналов и нет привязки к категории. То есть там написано, могут быть, могут быть, но не обязательно. Дата списка соответствует моменту обращения к нему. Юлия, он меняется на e-library как бы в режиме реального времени, то есть когда там появляется издание, оно сразу там появляется в этом перечне. То есть там нет как бы привязки к конкретной дате там какого-то прям перечня-перечня, вот такое. Да, там это вы прям зайдете и увидите. Еще, друзья, какие есть у нас вопросы? Так, во вкладке «Вопросы». Так, презентацию я не предоставляю. По поводу перечня. Перечни журналов есть на сайте ВАК. Вы можете их забрать там или можете забрать у меня. Запись вебинара будет, она будет размещена на канале, на YouTube-канале, о котором говорила Татьяна в начале. Есть ли у вас ссылки на сайт ИВАК и РССА? И могли бы поделиться. Сайт ВАК ищется просто элементарно в поисковой строке. Да, я делала ссылку на сайт ВАК. Вы можете... Да, вот, Сергей, благодарю, что вы ее продублировали. Его можно найти просто через поисковик, набрав сайт ВАК. Вам первая ссылка будет. РССА в e-library. Так, еще, друзья. Это я на вкладочку с вопросами отвлеклась. Так. Везде ли принимают документ после защиты в самостоятельном совете? Лариса, мне сложно ответить на этот вопрос. Я сталкивалась с ситуацией, когда в самом начале вот этой практики работодатели не понимали этого документа. Ну, я думаю, что сейчас уже те времена прошли давно, и мне кажется, что уже все хорошо. Если вы меняете специальность, то у вас не только документ поменяется, у вас поменяется вообще все. У вас должны поменяться публикации, потому что они будут... Это я отвечаю на вопрос Веры. Потому что они должны быть по новой специальности и так далее. То есть это очень серьезно, друзья. Поменять специальность – это очень серьезный шаг. Благодарю, друзья. Вижу, что вопросов, видимо, больше нет. Если что, пожалуйста, пишите. Ну и до следующих наших встреч буду рада вас вновь увидеть. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok